В позднесоветских газетах у меня не раз встречался один и тот же эпизод, описанный разными людьми и разными словами. В переполненном автобусе едет молодой парень с орденом красной звезды на лацкане и с седой прядью в волосах. К нему обращается сукоризный дед-ветеран. Мол, что же ты, сынок, творишь? Как же ты можешь носить чужие награды? Да ты хоть знаешь, какой ценой они на войне достаются? Парень поворачивается к деду, горько улыбается и отвечает «Знаю, отец. Один из рукавов его пиджака пуст и заправлен в карман. Он вернулся из Афганистана. Он воин-интернационалист. Теперь он тоже ветеран». Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, выполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, был официально завершен вывод советских войск с территории Демократической Республики Афганистан. 15 февраля ветераны-афганцы собираются для того, чтобы почтить память своих павших боевых товарищей и пожать руку живым. В преддверии очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана съемочная группа проекта «Специнформ» посетила Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане и встретилась с троими участниками Афганской войны. С офицером-пограничником, командиром мотоманевренной группы, с офицером-десантником из знаменитого 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка и со старшим сержантом-мотострелком из 201-й мотострелковой дивизии. Каждый из них честно выполнил свой интернациональный долг перед Родиной. Все они награждены боевыми орденами и медалями. Евгений Александрович Соколов – уже опытный офицер-пограничник, который провел на территории Демократической Республики Афганистан 3 года. За это время он был дважды ранен и награжден боевыми наградами, среди которых ордена Красного Знамени, Красной Звезды и два ордена за службу Родине в Вооруженных Силах Советского Союза. Нам, пограничникам, поставили задачу первую – это охрана государственной границы. И вот в 1982 году было выставлено несколько мотомодеревных групп, которым нарезали зону от границы до 100 километров. Хотя и раньше там были пограничные подразделения, они назывались сводные боевые отряды. Они были только на важных направлениях, где мы ожидали каких-то провокаций, где мы прикрывали участки перехода государственной границы, колонн и армейских подразделений. Обстановка на границе, естественно, там шла война гражданская, она была очень сложной. Афганское население, которое жило вдоль границы – это те же самые узбеки, таджики, туркмины – имели родственников. Они любили пересекать границу незаконно. Иногда пересекали границу с целью угнать стада овец, лошадей. Вели огонь по нашей территории, гибли наши пограничники, то есть установка была напряженной. Тогда наше руководство приняло решение, кстати, тоже по просьбе афганского правительства, прикрыть границу нашими пограничными подразделениями. Шесть у нас пограничных отрядов, которые охраняли границу с Афганистаном, стали выполнять эту задачу. То есть половина пограничного отряда находилась в Союзе, Советский Союзический Республик, а вторая половина была на территории Афганистана. Сначала была по одной группе, потом по две, потом по три. К выводу доходило в некоторых отрядах до пяти. Я слышал, что за время вашего участия в боевых действиях вы были неоднократно ранены. Расскажите, пожалуйста, об одном из таких эпизодов. Как это произошло? Когда наш город обстреляли, нам поставлена была задача бандитов не подпускать, как говорят, на пушечный выстрел границы. И мы постоянно осуществляли рейды. Существляли рейды на направлении возможном высадке. Высаживали десант, где техника не проходит. Так вот, десантников высадили, и немножко неудачно. Их высадили почти на голову бандитам. Они оказались в окружении. А по вертолетам еще был выстрел сделан из тингера. Правда, он в цели не попал. Летчикам не было возможности оказать им помощь. У них припасы заканчивались, вода, продукты. Трое суток они там сидели в окружении. Вот мне был приказ пробить коридор к этой площадке. Там было где-то 10 с небольшим километров. По дорогам, по бездорожью. Там было две банды, которые окружили наших десантников. Но уничтожить практически. Они там так обнаглели, что там была попытка их уничтожить. Но неудачно тогда погиб наш офицер. И туда больше не стали ходить. И мне особенно не нужна была. Они там хорошо обжились, оборудовали хорошо упорные пункты. Там у них были копы, блин, даже и все как по правилам военным, по уставам. Вот мы туда пробивались. Утром мы рано вышли. А мосты у них какие, через Арык. Только для телеги проехать. Мы, естественно, их довели. Нам пришлось и мины попадались. Ну и, естественно, они чухались. Мы вышли где-то в часов восемь утра. А где-то в десять часов они уже там тоже тревогу подняли. И в каждом... Там четыре кишлака нам нужно было пройти. И в каждом кишлаке нас встречали. Стреливали из всего, что у них есть. Естественно, мы отвечали. А я еще, когда было трудно, вызывал огонь реактивной установки ГРАД. Координаты точно определил свои. Душманов. Они выстрел один сделают. Я говорю, недолет. И второй. Перелет. Ну и вилка получилась. Третий раз, как их накроют, они сразу все разбежались. Даже если не попали точно. Боялись они. Ну вот мы прошли. У нас было пять человек раненых, контуженных. Ну, естественно, колеса попробиты. А у меня в кишлаке я находился на командной штабной машине «Чайкой». На базе броди-ранспортера. Узенькие там улочки из гранатомета. Они сделали несколько выстрелов. Тоже в машину-то не попали. А где-то она рядом взорвалась. Такая вот болванка примерно. И взрывной волной меня бросило в люк. Я сидел на броне. Еще добавило, что я головой ударился. Но сознание я не потерял. Подожжал руководить. Будем. Наутро там фельдшер меня подлечил. Я отказался эвакуироваться. Чувствую себя более-менее. Но чувствую себя не очень, конечно, важно. Но некому было меня заменить. Через неделю мы оттуда ушли. Десантников тоже сняли. Не за контузию меня наградили. А за то, что выполнил приказ и пробил коридор. И спасли наших десантников. Причем без потерь с нашей стороны. А сколько дужманов уничтожили? Разведчики потом на следующий день, по своим данным, узнали около 50 дужманов. То есть банду мы практически разгромили в этом районе. Она перестала существовать. Кстати, это был апрель 88-го года. Потом начался вывод. Шесть полков первых вводили. Причем мне было очень плохо еще то, что мне сказали пробиться, я пробился, а в дальнейшем не вступать в боевые действия душманами. То есть в это время идет вывод войск, чтобы было все тихо, спокойно. Но постарались все это дело сделать. Мечайшие, конечно, подробности здесь и могу вспомнить. Ну вот был я представлен к этому ордену. Не только я там, еще офицеры были и солдаты. Но практически вся группа наша, у нас там было около 5 человек, была чем-то награждена. Михаил Викторович Свиридов. Два года в Афганистане. Гвардия, старший лейтенант, командир взвода. Гвардейский 345-й отдельный парашютно-десантный полк. Молодой офицер попал на службу в Афганистан после окончания Рязанского воздушно-десантного училища. Служить ему довелось в маленьком, не более 20 человек, в очень удаленном и оторванном от основных сил гарнизоне, который постоянно находился под угрозой физического уничтожения превосходящими силами душманов. За время войны в Афганистане офицер-десантник был дважды награжден Орденом Красной Звезды и медалями. Давайте узнаем, как воевали воины-десантники в Афганистане. Работали, занимались разведдеятельностью, мы занимались разведкой территории. Нашей задачей стояла контроль духовских троп и караванных путей. Я работал часто с грачами, и после каждого такого каравана, который там выслеживал, нам удобно было. Вызывали грачей, они работали, крокодилов вызывали, 24-е. После этого духа нас постоянно обстрелили, мы им были неудобны, как козь в горле, потому что мы были туда вынесены. И нас долбили, потому что над нами на превышение три высоты были, с которых они работали разным вооружением при захвате. Сначала безоткатками били, потом работали крупнокалиберными пулеметами на расстоянии до полутора километра. Потом они уже более ближе работали из гранатометов, а вот когда они уже, это 400-500 метров, когда вот уже работало стрелковое оружие, это уже говорило о том, что они здесь рядом, а так как заставу захватывали уже, то чувство наживы и понаживиться, чем всегда у них было. И мы готовились к захвату, к рукопашному бою. Ну, рукопашный бой наш подразумевал, это гранаты, которые при тебе. И в готовности не отдаться живым и не быть контуженным. Как вы оцениваете своего противника? Насколько серьезно душманы были подготовлены к ведению боевых действий против советской армии? Противник был серьезный, физически подготовленный на своей территории. Душманы – это обыкновенное ополчение местных кишлаков, которые за годы Афганской войны ушли в горы, создали себе базы, владели всем видом вооружения. Опыт Афганской войны дал им уже профессиональную подготовку и молодое пополнение готовилось между их отцами. И поэтому они были профессионалами. Свои нападения они совершали тактически грамотно. Всегда нападали по времени порядка 16-17 часов вечера, когда солнце уходило из заката и обстрелили нас под солнцем. Нам никогда ничего не было видно. И вся проблема наших, по крайней мере, нашей заставы, когда она погибала до меня, в том, что все пытались куда-то стрелять, чего-то бегать, скакать. Хотя инженерных сооружений хорошо, правильно сделанных не было. Поэтому я проанализировал тактику ведения боевых действий, принял решение переоборудовать эту заставу, чтобы выжить. Для этого я попросил разрешение, чтобы подорвать скальник. Подорвал скальник в определенных местах. У нас появился камень, у нас появились ниши. Мы сделали блиндажи, перекрытие порядка полутора метров толщиной из камня. У нас были для утеса и ДШК очень широкие бойницы по диагонали полтора метра, чтобы духи стреляли из безоткаток и снайперы работали. Чтобы они не могли попасть в эти бойницы непосредственно, я уже надеялся на наше инженерное укрепление, но была проблема бойницы. Чтобы решить проблему бойницы, чтобы напрямую не залетало снарядок без откатки, я решил укрыть весь скальник одной и той же серой масс-сетью и вырезать окна там. Я со своей стороны с группой разведчиков выходил на те скальники, примерно понимал, наносил на карту, где у них могли быть позиции. Мы на своих огневых точках наносили риски и каждый расчет знал, куда стрелять, но мы уже не выглядывали из бойниц и не иметились. Наша задача была показать, что мы живы, что все наше вооружение работает. Чтобы не попали без откатки, в расчете всегда было два человека. Один дернул за шторку, другой быстро стрелял, короткими чередями шторка опускалась, чтобы они не могли прицельно выстрелить. В это время менялась позиция орудия, не менялась позиция, переводился ствол орудия, или перезаряжение проходило, потом опять шторка открывалась, опять стреляли, опять закрывали. Были короткие очереди, порядка 50 секунд. За это время они не успевали прицельно выстрелить по нам. Для противодействия гранат, которые шли с оперением из РПГ-16, я на шестах навесил проволоку МЗП на удаление от заставы. И когда гранаты летели, они цеплялись своим хвостовым оперением за проволоку и меняли направление. И уже когда они попадали в вкладку, это было не перегулярное попадание, оно было уже вскользь. А кумулятивная струя эффективна только когда она перегулярно попадает. Это нас спасало. Моя задача как командира была работать с артиллерией. Я работал по огневым точкам противника. В зависимости от того, из какого вооружения не стреляли. И когда мы уже чувствовали, что духи используют уже личное оружие и без откатки не стреляют, чтобы мы понимали, что они находятся здесь перед заставой, они не применяли свое тяжелое оружие, чтобы не повредить себя. Здесь я уже работал непосредственно с артиллерией. Мы клали снаряды по 25-50 метров под заставу. А личный состав в готовности откидывал гранаты через бойницы, потому что застава имела превышение, мы не видели, что под нами находится. Мы в готовность вступить в рукопашный бой, если будет с их стороны бросок. Но по своей практике у нас захвата заставы никогда не произошло. Я понял, что они оценили наши успешные решения, которые были приняты, и не рисковали непосредственно с собой. Это еще раз доказывает, что они были умные, профессионально подготовленные. И просто так они некогда не рисковали. И если уж они шли на захват, только они шли на захват тогда, когда чувствовали, что у нас есть какие-то проблемы в командовании, вооружении, в личном составе. Игорь Григорьевич Ерин. В Афганистане с января 1983 года по май 1984 года. Рядовой. За время службы в Афганистане заслужился до звания старшего сержанта заместителя командира взвода. 149-й гвардейский мотострелковый полк 201-й мотострелковой дивизии. Награжден медалью за боевые заслуги. В настоящее время Игорь Ерин заведует государственным выставочным залом истории войны в Афганистане, и обладает всей полнотой информации об этой войне. Поэтому ему и адресуем главный вопрос этого интервью. Советский Союз в этой войне проиграл или выиграл? Да просто русский человек, если он в войну заходит, то ему нужна победа. Ему не нужна договорная война. Если уже достали меч, там надо рубить до тех пор, пока или руки не поднимут, в принципе сдаваться, или пока не погибнут враги. А у нас на тот момент не было задачи победить, как нам говорил генерал Валейников когда-то. Нужно было просто поддержать эту афганскую армию, которая не хотела особо воевать. Поддержать тот режим, который мы фактически создали. Для того, чтобы они сами потом самостоятельно все это делали. И вот это вот, сегодня мы помогаем, а завтра не помогаем. То есть явной такой задачи, там, крошить всех не было. Надо договариваться. В моем понимании, то, что сейчас происходит в Сирии, это вот зеркало. Те же маджахеды, только их сейчас ИГИЛом называют. Название меняют, флаги, фон один и тот же. Все из Корана написано, но по другим хозяинам ходят. Вот, и то же самое мы столкнулись 30 лет тому назад с этой темой. Что это ислам, что это правоверные, как они говорят. Правоверные там в мечети все ходят, а они с оружием бегают. Есть ощущение, что война была напрасной, ненужной? Да нет, у меня уже такое нет ощущения. Все приходят, спрашивают, там, вот, сколько погибло. Ну, говорят, примерно 15 тысяч, да. Они говорят, ой, это много. Так вы поймите, что это за 9 лет войны. Один месяц, 18 дней. А у нас в Чечне больше погибло. А на Донбассе там за 2 года уже 10 тысяч погибло. Это с чем сравнивать? То есть государство ставило боевую задачу, ее выполняли. Да, там, не все боевые потери там связаны именно с боем. Ну, были и случайные потери. То есть, если каждый случай разбирать, процентов, ну, 40 можно списать на те потери, которые называются небоевые. То есть, там, это несчастные случаи, как везде бывает. На дороге, в горах, при обращении с оружием, при обращении, там, извиняюсь, с взрывчатыми веществами. То есть, это вот, вот так происходило. Но это все было записано в боевых действиях, потому что это не в домашнем обстановке произошло, а именно на поле боя. Достаточно еще частые вопросы. Зачем вообще Советский Союз в эту войну ввязался? Ну, вот я просто не на первое-то хотел ответить до конца. Почему, да как? Мы тогда думали, что все это, как бы, будет и закончится, будет и закончится. Но когда нас вывели оттуда, было не у всех, возьмите любого солдата 40-й армии, у него чувство недозаконченного дела. То есть, мы ушли, ребятам оставили, они ушли, оставили. И в конечном счете, вся 40-я армия ушла, а победы как таковой нету, поражений как такового нету, и война продолжается. Мы думали, что мы последние ветераны, а потом там все началось со страшной силой в наших союзных республиках. Это раз. А во-вторых, нам говорили, что если не мы, тут американцы придут, мы как-то смеялись. Какие американцы, что там? А сейчас, по прошедшему времени, мы смотрим, Бен Ладона давно уже убили, а американцы с Аунистана не хотят уходить. Они там уже с 2002 года находятся. Значит, была какая-то все-таки из высшего командного состава информация, что это возможно. Мы же на тот момент не берем, что мы с американцами ракеты средней дальности, кто ближе поставит к кому, у того преимущество. А тут такая граница, две тысячи с половиной километров, две тысячи триста пятьдесят. Открываться могла перспектива. Все это сейчас с разных сторон как бы мусолится на истории. Вот может быть и неправильно, может быть правильно. Но американцы-то там, где мы были, откуда мы сапожок свой убрали и ботиночек, они свой ботиночек ставят. Нету варшавского доллара, нету стены. Появился у нас уже как бы блок НАТО. Как был, так он и есть. А он все ближе, ближе, ближе подходит. Мы свои задачи когда-то выполняли блоком варшавским. Эти задачи поменялись, да. Но поменяйте вы свои задачи-то. А у них как бы... Я когда смотрю на карту бывшего Советского Союза, это простынь, которую нужно охранять, оберегать и хранить. Потому что ресурсы-то заканчиваются. Уплотненность населения в Европе очень большая. Рождаемость в некоторых странах очень велика. Но, естественно, если нет у меня, пойдем бы возьмем у соседа. Оно есть будет. И всю жизнь было. Это вот система выживаемости, как в лесу у зверей. Только это к людским как бы ресурсам неприменимо. Но это на самом деле так. У кого нефть, газ, лес есть, полезные ископаемые, значит живем еще. Как только заканчивается, надо будет думать, у кого купить, отнять, или перекупить, или еще много способов. Из-за этого вот, когда начинаешь смотреть, почему война начинается, смотри, кому это выгодно, и кто проплачивает. Минны-то они не просто так появлялись в Аминистане. Программа американцев специально была заточена на том, чтобы поставлять оружие манджахедам. В то время их называли там дошманы. Потом появились кто? А появились талибы. А потом кто появился? ИГИЛ. Конторы одна и та же проплачивают. А может быть несколько контор. Задачи одни и те же. И когда мы разговариваем с афганцами гонетническими, они говорят, ребята, ИГИЛ это пехота американская. Открытым текстом говорят. Это просто пехота американцев. Ну, так вот. Полные версии всех трех видеоинтервью с ветеранами-афганцами будут опубликованы на канале Специнформ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok